Жители поселка Искатели чествовали ветеранов и отмечали заслуги всех, кто внес свой вклад в победу у памятника орудия победы «Танк Т-34». В митинге приняли участие порядка 150 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, представители государственных и муниципальных органов власти, жители рабочего поселка, трудовые и детские коллективы. Полина Семеновна Политыкина вспоминает 9 мая 1945 года со слезами на глазах. Ей было всего 7 лет, когда в маленькой украинской деревне стало известно, что война закончилась. Такой праздник, что нельзя передать. Я помню 9 мая, как в деревне на Украине вдруг братик говорит, о, что-то смотрите, наш почтарь, он едет на велосипеде, он пришел с войны без ноги и почту возил на велосипеде сам, крутил. И костылем машет и кричит, когда, скажем, он перемога, перемога. Все в селе выскочили, а что? Женщины и дети. Все плакали, обнимались, перемога. Даже такая радость, такая счастья. Победа Великой Отечественной войне – это не только заслуга всего населения страны, но и боевой техники, которую создавали ведущие советские инженеры. Один из них – танк Т-34. В поселке Искатели – это первый и единственный монумент, посвященный Великой Отечественной войне, который был открыт к 70-летию Победы. Почтить память павших в той войне к памятнику пришли более 150 человек. Это самый главный праздник в нашей семье, потому что у меня оба деда воевали. Один дед на Брянщине погиб в партизанском отряде, один пришел отсюда, северный дед вернулся, Коткин Иван Сергеевич. Уже после войны в 1946 году был ранен. Для меня, значит, праздник – День Победы, когда начало войны произошло в 1941, а закончилось в 1945. Все радовались, что победили, все обнимались, целовались, даже плакали от того, что наши войска трудились, но упорным трудом вознаграждения были появлены. И мы выиграли фашистов. Я считаю, что это один из главных праздников, потому что наши деды, прадеды, ну вообще все вертираны, они очень достойные, сильные люди. Они прошли через это ради того, чтобы будущее поколение смогли жить спокойно. Вот именно поэтому, мне кажется, каждое 9 мая нужно проводить, так сказать, на широкую ногу, чтобы запомнить этот день. В мероприятии приняли участие представители администрации Ниньского автономного округа, собрания депутатов, руководители Заполярного района, поселка Искателей и общественных организаций. Сегодня не слышны орудийные залпы, и танк этот навсегда замер на постаменте. Низкий поклон солдатам и офицерам, бойцам народного ополчения, труженикам тыла, всем тем, кто не щадя своей жизни подарил нам эту победу. С праздником вас, дорогие товарищи, с Днем Победы! Сегодня с нами, конечно же, здесь дорогие ветераны, и рядом с ними наша молодежь. И сегодня самая главная наша задача – сберечь, сохранить и защитить память о Великой Отечественной войне. Давайте будем достойны этой памяти и еще раз поклонимся героям Великой Отечественной. С праздником, с Днем Победы, дорогие друзья! После торжественного митинга состоялось возложение цветов к подножию памятника. Александра Литкова, Вадим Носкин, Телеканал Север.